и всем привет ребята вы нагнали рашен транспорт я вас приветствую на станции коповская большая кристаллиния сегодня мы ребят наконец-таки сегодня мы наконец-таки проедем в новых станциях павка на них вчера ездил ребят ям от не снял потому что еще посмотреть что там к чему на эти станции и сейчас я уже готовом их вполне себе показать станции начиная с варшавской заканчивая маль на рощи сейчас я на варшавскую следующая станции 3 кстати смейся ушел на важную вещь что настроен наконец-то километраж это был он кристалл настроили с настроили ура мы прививаем на станцию варшавская станция варшавская выход железнодорожной станции и автостанции варшавская вот целом как сегодня ребят и тут у нас целом варшавская ехать как прямо конструю отреконструировали мне прям реально понравилось сложно сказать что станции 50 лет на самом деле эта станция была еще открыта в 1969 году на участке там скорее сквалиния вот так красивый был от наш поиск я кстати вчера его тоже поймал причем очень случайно у посадки на поиск да и потом уже в 90-х годах короче после распада ссср ну типа в 80-х там сначала появился участок автозаводская орехова и потом выяснил что поскольку вот все основные он и все приятные удобные маршруты приятных поездок сейчас ребят в основном пользуются это как вам называется стали тогда использовать участком автозаводской орехов больше и после распада ссср я сейчас покажу вам третий выход после распада ссср сначала после распада ссср у нас ребят произошла такая ир херня что то участок слеж станции каширская который мы кстати будем скоро сейчас поедем в каждом такой выходе варшавская ребята выходы третий выход открыто движение на всей большой линии метро выбирайте новые удобные маршруты ВКФ это три седианнострация и три электродепо я знаю Зачем это говорить по сто раз? Хоть сам Варшавска, третий выход. И где-то у нас должен быть, по идее, четвертый. Там, по идее, выход на железнодорожную платформу. Вот сам Варшавска. Короче, я не сказал. Ее перевели типа по отдельную линию Кахловскую. Этот участок типа Кашельская, Варшавская. И уже 26 октября 2019 года закрыли Варшавскую. Уже, да, ее все-таки закрыли. Причем на целых лет 4 года. Если Кашельская как-то обслуживалась за Москворецкой линией. Типа там, станция тогда до закрытия участка автозавода Скорехова, которая вошла в станцию Кашельская там. Ну, типа, ну, была там, да. Еще тогда обслуживалась. Типа часть, которая за Москворецкой линией. Вот, в целом, уже Д-платформа. Ну, а мы, ребят, честно, возвращаемся назад и уже едем к станции Кашельская. А хотя, вообще жнюсь. Сейчас я так и не увидел, что это выход делал. Сейчас надо попробовать его сами найти. Пешком. Но мне кажется, я сейчас вообще на ездях найду. Знаете, вот. Вот моя оценка Варшавской, где я там вчера был. Я был оценен по 10-банной шкале. Ну, и моя оценка Варшавская, где там, ну, где-то, скажем, 7 из 10-ти. Могу объяснить, почему. Ну, есть и плюсы. Ну, она такая, типа, типа, поэтому мне такая средняя оценка. Она, в принципе, ничем особо не выделяется, но и только самым ремонтом, ребят. Поэтому и 7 баллов я и поставил, что. Типа, ну, это чисто из-за ремонта. Так-то я поставил спокойные 5 баллов, потому что она реально очень средняя. Типовая. Она очень типовая просто. Как? Сразу видно, что конец 60. Это прям видно сразу просто. Ну, сейчас, поскольку ее отремонтировали, в каких-то местах даже сложно сказать, что эту станцию открыли в конце 60-х. Местами это очень сложно сказать. У нас в Варшавское шоссе. И я так и не понял, где у нас... А, ну, мы сейчас кругом, так и не... Я просто сейчас кругом хожу, не знаю. Ладно, неважно. Я не буду пока пробовать. Я просто вернусь к третьему выходу и... Поеду на следующий станции Каширска. Которые... Ладно, не буду спрерлить. Я просто гений. Я прошел кругом и нашел выход. Ни фига себе. И я так и не понял, где четвертый выход. Ну, ладно. Ед на Каширску. Танция Каширская. Переход на Завоскворецкую линию. Да, звук, конечно, хотя бы довольно-таки тихий. Ну ладно. Очень пятнило. Вот в целом станции Каширская. Вот тут у нас, к сожалению, еще у нас закреплены в выходе. И это вот сейчас она, наверное, ее главный. Ребят. Ребята. Сейчас, может, не видится, но сейчас. Там просто какая-то машина стоит. Там просто стояла какая-то машина. Не, просто побоялся. Когда мы такой встречи посмотрел, даже побоялся. Ой, там еще с другой стороны такая же. Ну, по-видиму... Ну, сейчас, так же, нужно сказать, скринь еще закрыть. И, ребят, вот такая вот херня, что приходится вертеться. Ну, это только оранжевая машина. Сейчас покажу. Вообще. Нет, там довольно странная херня. Там просто и оранжевая машина. Сейчас. Покажу. Какая-то оранжевая-черная. Вчера ее не было. Ребят, ее реально вчера не было. Хотя мы вчера поздно вечером были. На ком сфу на вы? Мне было, типа, вчера поздно вечером. Ну, тут еще, ребят, как-то... Зал, более-менее, как-то отремонтировали. Сейчас я вам покажу другой зал. Мне кажется, вот тут просто не ремонтировали вообще. Какой-то покойлот, что мы в Маршавской. Ну, мы сейчас рядом. Нам сейчас это вообще не важно, потому что... Я вам хочу просто показать. Вот это... В прямом смысле, дерьмо. Во-вторых, вот это мешает. Что, ребят? Вот я ростом 1,84 метра. Мне кажется, когда скоро... Буду больше двух метров... Мне кажется, реально... Уже буду просто... Эта херня будет по голову. Просто по голову. А тут этих машин, походу, нет, ребят. Там вообще пусто туннель, а там... А там, походу, вообще рельс нет. Ребят, там, походу, реально рельс нет. Сейчас я, наверное, даже поблизже подойду. Специально тогда я вам приближал. А сейчас хочу сам вблизит посмотреть. Что-то типа... Не везде есть рельсы. Не-не, я бы все-таки сделал, наверное... Оборудование теперь застанется в Каширской, но там... Оборудование теперь за Каширской, но используется... Как БКВЛ. Состая БКВЛ. Там вообще непонятно херня с рельсами, ребят. Вот. Там просто непонятно херня с рельсами. Вообще. Ну, там, в принципе, мне это не нравится, в принципе. Вот это, по крайней мере, этот зал точно, поэтому... Просто пользуется репутация этой станции, поэтому... Мне бы поставил этой станции... Ну, где-то троечку. С десяти. Потому что все-таки я не очень такой... Я так вот не очень люблю кроссплатформенные станции. Не до кроссплатформенной, ну, в том смысле, что... Типа... Там... Там... Замисковый скрин участок закрыт. Мне, типа, не нравится. И тут, кстати, целый до кроссплатформенных. До Кэл тут есть вообще целых. Две... У нас подформенная подстанция. Одна Нижегородская. Но они выходить не будем, я просто покажу её со стороны. И другая, вот... Кашульская. Вот сам так. Ладно. Сейчас мы ждём поезд, который прибыл к нас через... Минут 40 секунд. Ну и... Едем дальше. Уже едем дальше. На восток. Станция... Леновый департ. Плотной на страну. Мало чем... Мало чем... Особо мне запомнилась. Тогда она запомнилась вот этими камнями, на которые вы увидите. Вот мне, наверное, этим она больше всего и запомнилась. И тем, что она запомнилась в стиле. Садьба Коломенская. Вообще, музей из направления Коломенская. Давайте мы ещё сразу куда-то там пройдём. Чтобы уже... Не мучиться. Давай, к выходу. Пойдём быстро. Не, вообще, хотели... Станского двора назвать... По названию её следующей станции, кто у нас будет. И, кстати, тут уже... Эти, куда мы не успели открыть, так? Какая уже проблема... С первым выходом. Вот такой вот выход. Я тут, кстати, никогда не был на выходе. Сейчас мы просто поплюковываем. Я просто хочу посмотреть сам. Вестибюль. Да, первый выход у нас, к сожалению, ещё не открыли. Откроют, мне кажется... Уже в течение этого года. Уважаемые пассажиры, у вас выстрелили москвы. Видео изменения маршрута действия на длёжном направлении. Ну, дай-ка я вам просто покажу. Дай-ка я покажу просто выход. У нас, мне кажется, вполне стоит того, чтобы показать. И выход. И вот он, в целом. Выход. Извиняюсь, в крайне всё размыто. Извиняюсь, всё размыто. Потому что... Снегопад. Сейчас становится очень сильней. Поэтому тут всё размыто, вон тут дома. Там, когда дожила застройка. И вот сам сам. Вестибюль. Станция Кранобьёра. Извиняюсь, всё мытно, но реально капец. Снег прям метёт, капец. Меня, если честно, уже это как-то раздражает. Так, понятно, тут сам, тот сам бульвар. Ну, я сейчас попробую вам показать. Большую схемку. Сейчас попробую вам показать. Так. Аня схем метро. Блин, там заняли. Куда, блядь? Я тебе больше не доверяю. В какую-то там сторону. Нам туда. Нам вот туда, да. Не обращаем внимания. Подожди. Показывай второй выход. Показывай. Третий. Не, ну, как бы второй номер закрыт. Теперь, по-моему, тоже. Да, такое. Ну, ладно. Сейчас стол метро. И мы уже, наверное, поедем в свою станцию. Или... Хотя... А, я живу. Еще не показал. На другом пути, мне кажется, такая же там история. Насколько я помню, там такая уже история. Дорогие пассажиры. Открытая движение. Насколько я... Кстати, лайк, если тебе нравится потолок. Мне прям очень понравилось. Блин, тут поезд встал. Вот я не могу вам показать. Я могу перейти, конечно, но... Там, в принципе, везде одинаковое, на том пути. Так что нормально. Тут даже еще прибили. Примерно. Бульвар. Тут, вон, прибили. Это, вон, надпись. Где здесь дальше? Вот красная фигня. Никогда не задумался. Может, я спустил их, может, какое-то время. Скорее. Там история такая же. Все. Может, там такая же история. Там история такая же. Крайне извиняюсь за размытость, но... Крайне извиняюсь за размытость, но... Говорят, извиняюсь все-таки. Просто мне иногда, в случае иногда... Падает камера. Типа она, типа... Просто падает, типа, стекло вниз. И, типа... Становится все размыто. Да. Не только, что это проходит, но... Может, и в течение этого видео пройдет, кстати. Ладно, но мы и настоящая станция. Платформа справа. Да, ребят. На катинский затон, если честно, мне станция. Сошла. Прям вот. Очень прикольно. Станция. И тут, ребят, не знаю, кого как. Мне кажется, вы... Красный приедет. Мне кажется, вы почувствуете сильный запах рыбы. Ну, реально. Кстати, как вам тут все сложно. Как вам тут все сложно. Такое-нибудь все сложно, наверное. Сейчас дойдем. Идем поезд до Краси. Идут рыбки. Мне кажется, станция многому понравилась. Это прям по-любому. Сейчас я покажу вам единственный выход в этой станции. Чтоб пройти к нему. Мы должны, ребят, пройти вот сюда. Вот сюда. Я же понимаю. Нифига сипой сигнал. Вот сигналит. Зараза. И тут у нас эскалатор. в принципе тоже не очень большой. Сейчас я про пропустил. Все можно поднять по эскалатору. Поворачиваем направо. И у нас здесь, первое, снова направо. Здесь, собственно, все находится. Деревыхт. Выходят тут тоже рыбки. Выходят тут тоже рыбки. в таки сады. в таки сады. Да, ребят. Не могу. Водим и у нас это потолок просто шикарно сделано. Эти, понимаем, он такой позолоченный или в рыбье что-то там, в шкуре какой-то. не шкурая или шкурая. Я в рыбе особо не шаря. Да. Я даже особо-то и не рыбашил никогда. Так, ребят, готово. Мы там, у вас, урек, и сады. Мы там, у вас, урек, и сады. Так, ребят, готово. Готово, ребят. Что показал? Этот вестибюль. Кажется, если честно, сам просто жест, наверное, сам ли я сделал в Кистье, увидит этот вестибюль. Ладно, готово. А еще три мы его смотрим. Раз. Два. Три. Блин, конечно, размыто, но в целом, но в целом, наверное, видно. Там прям таких мельчайших деталей прям нет. Что его особенно выделять каким-то образом. Но я бы все-таки учатся, что тут он не хотел делать второй выход, но все-таки сейчас пока один выход я, наверное, бы сделал. А, ребят, я же забыл про оценки. Так, так, я забыл я про оценки все-таки, реально. Так, ну, да, все-таки сейчас поставим оценки. Ну, Клинобульвару, я как объяснял ранее почему и что там и как. Я, в принципе, ставлю ну, неплохую такую оценку. Где-то, ну, семерочку. Тоже, как в Варшавской. Могу сказать почему. Потому что в целом-то мне это станция не совсем... Хотя, знаете, не совсем семерочку, наверное, поставлю. Все-таки поставлю семь с половиной, наверное. на все-таки Клинобульвару. И на Градиский Затон. Ребят, мне очень понравилась эта станция, поэтому... Ну, все-таки на выходах есть изъяны, поэтому я надеюсь, их московский метро исправит. Пад, ну, пад. Вот именно из-за этих изъянов я ставлю не десять из десяти, а все-таки девять из десяти. Ну, это изъян на выходе. Ну, как-то все-таки типичные ошибки у нас ставите, не реально. Просто типичные. Ладно, сейчас мы уже едем на следующую станцию. Затем, что замесили. Это, что написано. Что написано? Соцгазиский Затон. Можно поставить, где на паузу прочитать, но и на следующую станцию. Идея, ребят. Нареально на все, потому что там, правда, у нас сейчас пол. Сижу, там он просто зеленый. Там, не знаю, там вообще, хрен чипами делают. Станция Печатники. Платформа справа. Переход на Люблинско-Дмитровскую линию. Выход к железнодорожной станции Печатники второй диаметр. Печатники. Долго про них рассказывать не будут, потому что вообще не стоит моего внимания. Я просто покажу им пересадку. Ну и выход тоже. Если меня что-то заставит переведить через станцию, полное дерьмо, то ей повезло. Мне вообще не надо. Ну и просто посмотреть. Ну вот. Серый я. Я серый не очень люблю, если честно. Я больше люблю такие, типа. Темный цвет, он не серый, он светлый. Больше. Он все-таки реально какой-то серый. Привет. Вон сейчас. Ворачиваем. И на экскалаторе. Экскалатор тоже, кстати, маленький очень. И у нас выход. И идем мы к первому выходу, потому что только тот единственный. Для таких станций. в принципе. Когда-то люблю, когда-то нет по-разному. А, на крючок дай камеру уже. Да, будем. Будет видеть вестибюль. Вот так, ребята, выходим. И у нас вестибюль. Парарарарарарам. Я думал, получится дерьмо, но в целом не такой уж и неплохой. Вот в целом чайки. Идет прям крытый проход на второй диаметр. Крытый переход, точнее. Примену до 2 долго идти, наверное. А, не, я уже вижу там вестибюльчик. 2-го диаметра. Ну, в целом вестибюль спасает, но слабо. Ладно, давайте посмотрим переход. То есть, наверное, близко, близко к Крыму. Вот там рейс, вход тоже 2-го диаметра. Ладно, давайте переход посмотрим. Ребят, у меня тут произошла маленькая накладочка. А именно, я забыл сейчас снять переход. Короче, про него типа забыл. Я про него забыл, короче, про этот переход. Ну, ладно, если сходите, то я могу потом его тоже снять. Отдельно уже. Если будет желание у вас. Пусть... Психистически переход на филе от ветки показывать вам не буду. Потому что, ребят, я скоро будет верить в видео. По всем переходам на филе от ветки. Поэтому, поскольку я уже его объехал, тут мусор валяется. Поскольку я уже ее все объехал. Уже сегодня почти все закончил. На всех составах там проехал, поэтому... Я, наверное, не покажу пересадочку на филе этого ветку. Да и... Наверно... Зеленый... Очень сладкий, я тут не покажу. Потому что это смысл это не имеет никакого. Потому что, наверное, скоро будут типа... Видосы по этим веткам и... Вот. И я сейчас забыл сделать съемку... Станции... Как это называется... Печатники-то. Вот говорю, станция, но... На этом я просто стал три балла из десяти. Вот. Двестибюль... Меня переубедило. И все-таки я стал печатником два балла. Вот если... Вот что касается сексильщиков, то... Пить станция, по-моему... Видит каска встана, кажется. Но она мне... Она прямо одна из моих самых любимых. Ну еще вот тут... Подсветочка. Как видите. Снизу. И вот... Вот. Да, в общем... ДКЛ, короче, оказался... Громоздким... Проектом. И его будет очень трудно снимать. Я, наверное, на этом... И закончу ролик. Загружу его на YouTube и, наверное, сразу пойду снимать... Вторую часть. В общем... Грант. Все только для вас. Уж поверите. Я все стараюсь сделать... Только для вас. Поэтому... И на этом... На этом... Наше видео... Подходит к концу. Уждите вторую часть на выезд. Либо... Сегодня вечером, либо уже завтра... Ночью, как получится. У меня с вами был... Ну и вы были, конечно, говоришь, транспорт. Всем... Пока-пока. Пока. Пока.